Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении. Студия Оксана Холодова. И вот основные темы выпуска. В десятке лучших Владимир Путин отметил инвестиционную привлекательность при Амуре. Несовершенство алгоритмов. Специалисты назвали причину неудачного пуска с космодрома Восточный. Недетские планы. В Благовещенске обсудили строительство новых школ и детских садов. Генетический потенциал. В Приамуре открылся первый селекционный центр. Амурская область стала одной из лучших по инвестиционной привлекательности. Десять самых успешных регионов озвучил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. В их числе Приамуре, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Тульская области, Якутия. Показатель инвестиционного интереса в этих субъектах вырос на 40%. Также президент отметил, в этом году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы Амурская область и Хабаровский край. На территории Приамуре реализуются крупные проекты, которые дают рост экономике. Как прокомментировал губернатор Александр Козлов, большая работа ведется по снятию нагрузки с малого и среднего бизнеса. К примеру, хорошие результаты у амурчан по подключению предприятий к электрическим сетям. Мы достигли самых лучших показателей по ледневосточному федеральному округу. Такая же ситуация у нас идет по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. Много других вопросов, которые препятствуют своевременному развитию предпринимательского сообщества. Эти вопросы будут находиться на особом контроле. Почти 4 миллиарда рублей пополнит бюджет Приамуре в 2018 году. Эту сумму удалось высвободить благодаря решению о реструктуризации госдолга. Необходимые соглашения с правительством в России подписал Александр Козлов. Он не раз поднимал на федеральном уровне вопрос о необходимости снижения долговой нагрузки на субъекты. В сентябре 2017 года Владимир Путин объявил о том, что со следующего года начнется новая программа реструктуризации бюджетных кредитов российских субъектов. Она будет рассчитана минимум на 7 лет. Подробнее Анастасия Петраш. В итоге подписание соглашения в несколько раз снизило сумму долга, которую Амурская область должна будет вернуть в федеральный бюджет. По льготным условиям в 2018-2019 годах регион будет выплачивать только 5% от суммы основного долга. Это 745 миллионов рублей, а без реструктуризации в 2018 году регион должен был отдать почти 7 миллиардов рублей. Столько же в 2019-м. Теперь дополнительные средства Преамурья сможет направить на собственные нужды. Почти 4 миллиарда рублей планируют выделить на социально значимые расходы регионального бюджета. Над снижением госдолга в областном правительстве работают третий год. На 1 января 2017 года долги Преамурья составляли 30 миллиардов рублей. За год они сократились почти на 3 миллиарда. Из них 18 – бюджетные кредиты, чуть больше 9 миллиардов – коммерческие займы. Кроме того, амурские власти стараются сократить расходы на обслуживание госдолга. С начала года ставку по рыночным займам удалось снизить с 10,2 до 8,2% годовых. В итоге были сэкономлены более 430 миллионов рублей на выплате процентов по кредитам. Деньги направили на первоочередные расходы региональной казны, сообщает пресс-служба областного правительства. Анастасия Петраш, Амурское областное телевидение. Амурчане смогут проголосовать за президента на любом удобном для них участке и без открепительных удостоверений. Для этого нужно за 45 дней до дня голосования обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию или в многофункциональный центр. Написать заявление можно будет и в участковой комиссии за 20 дней до президентских выборов. Они назначены на 18 марта следующего года. Тем временем благовещенцев просят заранее уточнить свою прописку, проверить ее правильное оформление. Это поможет избежать проблемных ситуаций в день голосования. Как уточняют в избиркоме, бывают случаи, когда супруги, проживающие по одному адресу, в паспортах имеют разную прописку. К примеру, город Благовещенск и Благовещенский район. В итоге они вместе приходят оставить свой голос, а одного нет в списке избирателей по участку. В этом случае нужно будет либо отправиться на закрепленный за человеком участок, или заранее позаботиться об удобном пункте для голосования. Две новые школы и детский сад планируют построить в Благовещенске. О перспективных планах социальной застройки журналистам рассказала мэр города Валентина Калита. Наш корреспондент Юрий Камышный вместе с представителями администрации побывал там, где появятся новые объекты. Первая остановка – улица Тепличная. Здесь уже готов участок под строительство новой Благовещенской школы. Земля – 5 гектаров, собственность муниципалитета. В будущем году начнутся работы для реализации проекта. Сколько нам времени на изыскательские работы нужно будет? Мы в течение следующего года планируем произвести изыскательские проектные работы. Ну и приступить к строительству. То есть 18-й год. Оптимально приступить к строительству – это, конечно, 19-е и 20-е годы. Школу на полторы тысячи детей будут строить по самарскому типовому проекту, который уже адаптирован к климатическим условиям нашего региона. Новая проектно-сметная документация обошлась бы городским властям в 43 миллиона рублей, а уже готовая – на 20 миллионов дешевле. Впрочем, в мэрии не исключают, что и эти траты удастся существенно сократить. Ведем переговоры с Самарским институтом. И как бы с директором говорили, в пределах 500. Или он сейчас рассматривает вопрос, что сможет даже нам безвозмездно этот проект отдать. А это уже 800-й квартал – одна из наиболее динамично застраиваемых территорий Благовещенска. Здесь уже создана вся необходимая инфраструктура – дороги, остановки, парковки. В ближайшее время здесь может появиться школа и детский сад на 340 мест. Такие перспективные планы сейчас прорабатывают в городской администрации. Чтобы строить новые объекты, говорит мэр Валентина Калита, нужно в первую очередь решить вопрос со строительством дополнительных тепломагистралей. Я сегодня даю поручение проработать вопрос о подведении тепла. То есть, как это можно сделать и сколько это будет стоить. То есть, сегодня поручение моему заместителю, который курирует систему ЖКХ, поручение такое дано, чтобы он просчитал, сколько нужно тепла, во-первых. Во-вторых, как его можно сюда подвезти, сколько это будет стоить. И какие есть федеральные программы, в которые сегодня можно нам заявляться, чтобы в перспективе получить поддержку для того, чтобы это реализовать и здесь. Также в городе уже выделен земельный участок и подстроительство нового ясельного корпуса на 80 мест для первого детского сада. Внимание к возведению подобных объектов. В областном центре самое пристальное. Под данным управления образования, детей в Благовещенске с каждым годом становится больше. Уже сегодня все школы областного центра работают в две смены. Высока и наполняемость классов. За последние только 4 года мы ежегодно прирастаем детьми школьного возраста. Больше, чем тысяч человек становится больше. У нас уже 26 тысяч школьников. Учимся мы в две смены. 43 уже процента детей учатся во вторую смену. Классы у нас наполняемостью до 30 человек. И сегодня такая необходимость есть. В администрации города подчеркивают строительство новых школ и детских садов. Это перспективные планы на ближайшие годы. Самое важное, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Причину нештатного пуска с космодрома «Восточный» назвали в Роскосмосе. Авария с разгонным блоком «Фрегат» произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения. Система управления эксперты отметили, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка. Должностные лица Роскосмоса и предприятия разработчиков не приняли необходимых мер для обеспечения должного контроля и координации работ. Некоторым руководителям, которые участвовали в подготовке пуска с «Восточного», вынесут выговор. Напомню, 28 ноября с Амурского космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. После вывода фрегаты на расчетную орбиту установить связь с ним не удалось. Все спутники упали в океан. И снова взятки. Суд арестовал руководителя одной из фирм, которая работала на «Восточном». Как сообщается на сайте Благовещенского городского суда, мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об аресте ходатайствовал следователь по особо важным делам Амурского следственного управления. Как пишет «Интерфакс», сумма взятки составляет 1 миллион рублей. По мнению следствия, арест необходим, чтобы мужчина не скрылся от правосудия, а также не настроил свидетелей в свою пользу и не направил расследование по ложному пути. Кроме того, есть вероятность, что он может уничтожить важные доказательства. Ко всему этому его может подтолкнуть то, что он обвиняется в преступлении, которое относится к категории особо тяжких. Из-за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет. В городском суде ходатайства следователя поддержали. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, до 26 февраля. Сегодня утром в центре Благовещенска горел автомобиль. ЧВ произошло на пересечении улиц Пионерской и Амурской. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке микроавтобуса. Огонь пытались потушить очевидцы. Также на помощь водителю выехали пожарные, которые и ликвидировали возгорание. Причины произошедшего устанавливаются. В период новогодних праздников будет введен режим повышенной готовности у энергетиков, коммунальщиков и дорожников. График дежурств специалисты составили до 8 января. А жалобы некоторые ведомства будут принимать даже в социальной сети Instagram. Так, на Благовещенской ТЭЦ и Райчихенской ГРЭС принимают дополнительные меры для бесперебойного теплоснабжения населения в период выходных. Там создан аварийный запас расходных материалов, привезена в готовность автомобильная и тяжелая техника. Кроме того, в режиме повышенной готовности будут находиться дежурные ремонтные бригады. Амурские коммунальщики тоже в праздничные дни будут работать круглосуточно. Все диспетчерские службы перешли на усиленный режим. А на дорогах области дежурства будут вести дорожные службы. В их ведении и контроль за федеральными трассами. Кстати, для того, чтобы оперативно решать проблемы, у Министерства транспорта и строительства при Амуре появился свой аккаунт в Instagram. Региональный информационно-селекционный центр открылся в Благовещенске. Теперь в области можно повысить качество мяса и улучшить генетический потенциал племенного скота. О перспективах и преимуществах селекционного центра расскажет Денис Вериденко. Вот так из кипящего азота эксперт лаборатории выбирает нужный биоматериал. Работа небезопасна, но так необходима амурскому животноводству. Ведь эксперты лаборатории проводят исследования с генетическим материалом племенных быков, который хранится здесь в четырех резервуарах при температуре минус 196 градусов. Поставляется это семя с Московской области, с Красноярского края, с Тюменской области, то есть мы сегодня работаем, ну и с других, из ряда регионов. Затем по заявкам хозяйств нашей области семя разводится по хозяйствам для того, чтобы осеменять искусственно коров и тёлок. Сегодня в области 19 племенных хозяйств, 7 добавились в этом году. Ежегодно предприятия должны подтверждать племенной статус. Раньше, чтобы провести соответствующие исследования, приходилось ездить к соседям в Хабаровский край. С открытием селекционного центра сельхозпроизводители смогут сэкономить. Соответственно, проводить исследования и платить деньги в другом регионе. На сегодня при создании центра, при создании трех лабораторий мы облегчили это для сельхозпроизводителей, и они теперь могут проводить исследования здесь непосредственно на месте и никуда не выезжаем. Жир, белок, сома, плотность, точка замерзания и добавленная вода. Теперь всё расположено в одном месте – и учебный центр, и ветлаборатории, где специалисты будут проверять, к примеру, молоко на вредные вещества. В кабинете хроматографических исследований эксперты проверяют продукцию на пестициды и микротоксины. Здесь находятся два прибора хроматографа – жидкостный и газовый. Здесь мы проводим исследования пищевой продукции и кормов животного происхождения. Животноводческие хозяйства при Амуре уже достигли определенных результатов. К примеру, в среднем в год корова даёт около 6 тысяч литров молока. И это не предел, считают специалисты. С открытием селекционного центра эта цифра в короткие сроки может достичь и 7 тысяч. Мы будем учить руководителей, мы будем учить зооспециалистов, ветеринарных работников. Мы будем всех учить здесь всё самое новое, самое передовое. То, что составляет, даже с привлечением специалистов, тех хозяй, которые добились сегодня самых больших успехов, условий. Сотрудники Амурского центра смогут выводить и новые породы коров. Как говорят животноводы, удастся улучшить производительность скота и сохранить племенной генофонд. Каждое племенное животное занесут в единую базу. Денис Сверденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Снеговик без носа и карета, испорченная надписями. В Свободном вандалы разгромили снежный городок. Эти снимки появились в одной из социальных сетей. На фото испорченные снежные фигуры, хотя сказочный городок открыли совсем недавно. В администрации Свободного сообщили, что он находится под видеонаблюдением. Кадры с камер уже изучают полицейские. Кстати, несколько дней назад вандалы побывали и в снежном городке Тынды. После этого случая там установили видеонаблюдение. В Логовещенске площадь Ленина также под прицелом видеокамер. Создатели ледовых и снежных фигур надеются, что их творения будут радовать амурчан до февраля. Такси по двойному тарифу. В Новый год некоторые перевозчики планируют перевозить горожан за двойную цену. Однако есть и те, кто начали повышать стоимость поездок еще в 20-х числах декабря. Примерно на 30 рублей. Как пишет Амурская Правда, в предпраздничные дни поездка из микрорайона в центр города обойдется в 140 рублей. В новогоднюю ночь ценник подрастет до 270 рублей. В свою очередь некоторые фирмы предпраздничных повышений делать не стали. Двойной тариф у них начнет действовать с 16 часов 31 декабря до 10 часов 1 января. Как сообщили несколько перевозчиков, привычное русло. Ценники на услуги вернутся 2 января. Дед Мороз на мотоцикле в Благовещенске. Волшебник прокатил детей с ограниченными возможностями здоровья. Необычную акцию в минувшие выходные провели благовещенские мотоциклисты. В костюм Деда Мороза нарядился руководитель клуба «Мотопатриот» Василий Семенов. Покататься на мотоцикле с Дедом Морозом смогли дети из центров «Доброта и надежда». Новогоднюю акцию для особенных детей клуб организует уже четвертый год. По сценарию Дед Мороз приехал в клуб, чтобы отремонтировать свой мотоцикл, а дети устроили для него сюрприз и также помогли в ремонте. Организаторы говорят, отбой от желающих прокатиться не было. Потом дети рассказывали стихи, пели песни, играли. Для них накрыли новогодний стол. Также для ребят провели мастер-класс по изготовлению новогоднего мыла и вручили сладкие подарки. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за происходящими событиями вместе с нашими корреспондентами. А также заходите на сайт amurobl.tv Моя работа в студии завершена. С наступающим Новым годом! Здоровья, удачи и благополучия! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!